добрый день друзья еще раз вернусь к теме мирового господства которую я недавно для вас освещал своем отдельном фильме там был большой фильм где я все это разжевал отдельно как говорится стадии за стадии в данном фильме я попытаюсь коротко вам объяснить то что нас ждет в ближайшее время к чему мы подходим еще раз напомню дело в том что единственным итогом единственным вектором единственным стремлением человека вообще является только его борьба за власть человек отличается от животного только тем что он может построить иерархию этой борьбы за власть таким образом что она становится эта борьба достаточно высоко уровневой не думайте что животные что растения не борются за власть конечно борьба идет всегда вы видели и у растений как например два дерева друг с другом конкурирует за световые потоки или еще за что-то мы с вами знаем эту конкуренцию и в лесу и везде когда например на подвеске если не успела какое-то деревце проклюнувшись из семечки вырасти до определенного уровня то недостаток света который образуется в результате конкуренции с другим уже более сильным растением губит это небольшое молодой растеница на корню что называется все вы это знаете все эти параметры которые есть в лесном массиве например те же лианы как паразитические как симбиотические структуры все там абсолютно такой же как и у человека и у животных но естественно животных то же самое мы можем понять структуру стада где есть самец какой-то доминантные самки какие-то мудрые хитро сделанные скажем так то есть все это повторяется на каждом этапе но у человека это наиболее остро происходит и поэтому легче на примере человека показывать его стремление куда-то в будущее куда-то к светлому или к темному будущему так вот власть это единственный стратег который позволяет человеку осуществлять движение в любом направлении и эволюционном и инволюционном и совершенно в каких-то параллельных структурах никто не может избежать вот этого процесса именно власть осуществление власти преследование власти обретение власти поддержание власти именно этот процесс он стоит во главе всей нашей жизнедеятельности от клеточки от клеточки от какого-то вируса от какой-то молекулы и до вот всех нас таких даже не человеческих образований то есть не нас с вами а любых образований даже государства то есть это уже не человеческие образования а над человеческие образования даже любые игр игры они борются за власть на той или иной территории в тех или иных каких-то пространствах проживания так вот борьба за власть она также как любая эволюция претерпевают различные свои стадии решений скажем так когда человек был чуть выше животных он и обретал ту самую власть как у животных с плюсиком небольшим в пользу своей эволюции то есть был доминантный самец который устанавливал в регионе в каком-то небольшом ну например там деревня какая-нибудь свою определенную власть с точки зрения силы может быть ума может быть каких-то умений навыков но то есть каких-то вот этих вот вершин он не сильно отличался но он выдавался из того общества в котором он находился дальше этих людей начали называть ну типа князьями князем и вот эти князья начали потихонечку устанавливать свою уже политическую власть трансформируя сами эти отличия в политические какие-то достижения и что интересно вот на этом периоде приобретение власти формирование каких-то там технологий смысл вот движение человечества вверх или вбок или в сторону обретение наибольшей наивысшей власти смысл заключается в том что придумываются вычленяются обретаются новые политические технологии с помощью которых и достигаются определенные рубежи власти до девятнадцатого века в россии и везде на остальном мире где присутствовал человек а этого присутствия было достаточно мало только центральная россия плюс небольшие области вокруг и пожалуй это все вот в этих местах где жил первоначальный человек это до девятнадцатого века власть формировалась на уровне сказочных пониманий то есть когда человек человеку брат родня и полные как бы родственные такая душа родственное сообщество и там были совершенно другие отношения те кто читает сказки русские народные сказки как правило точнее других особо нет в других местах есть мифы и легенды это другое это повторение и пересказы а сказки русские народные волшебные сказки это первый источник поэтому кстати в середине девятнадцатого века сбором русских народных волшебных сказок занимался русское географическое общество известное и ныне и царствующие сегодня вот в этом секторе власти географической власти сказки они отражали политику приобретение власти на тот период до девятнадцатого века а в середине девятнадцатого века пришла другая ипостась материальные люди появились их придумал условно конечно их создал тот самый библейский бог и их создал тот самый карл маркс фридрих энгельс и далее развил всю эту систему владимир ульянов ленин и вот именно с конца девятнадцатого века и после уже революции 1917 года материальные люди захватили власть обрели и захватили власть на земле полностью и та самая мировая революция которую хотел сделать ленин она в общем то состоялась только нам говорили в советское время что это подведение страны советов и советского строя как бы подо все платформы всех стран на самом деле социалистическая революция базировалась и базируется на марксизм и ленинизм и который в свою очередь базируется на гегелевском диалектическом материализме который является основой материальности нашего мира к чему я это сказал к тому что в девятнадцатом веке в его конце самом его конце в начале двадцатого состоялся переход на новые властные отношения властные отношения эти проявились сначала путем обретение глиняных кукол о которых я тоже вам сделал несколько отдельных фильмов приобретение этих глиняных кукол было сделано для того чтобы проявить себя вот какого-то члена общества как созидателя как творца который в состоянии сделать такую куклу из глины и придать ей определенное какое-то значение как бы связи с каким-то с неким богом вот в девятнадцатом веке был выдуман этот бог и стала осуществляться с помощью этих глиняных кукол та самая связь с этим богом сегодня мы ее можем наблюдать эту связь в открытую в первоначальном таком ее исполнении в любом театре в любом кино театр мы приходим мы видим актеров которые играют свои роли и подвязаны вот к тому высшему но если например эти марионетки на пальцах на таких с ниточками они подвязаны к тому высшему я высшему богу который ими и управляет вот мы с вами видим как это все и откуда это все проистекало и вот это был первый кардинально измененный шаг обретение власти если до середины девятнадцатого века были сказочные герои и люди жили ментально жили в сказках то есть ощущения были сказочные отношения были сказочные то после обретения и понимания материальности отношений стали материальными и ощущения стали материальными это была состоявшаяся перенастройка нашего мозга и восприятие окружающей действительности были введены деньги в конце девятнадцатого века и деньги стали тем трансформатором который стал сказочное существо переводить постепенно в мир нашего материального существования и самое главное к чему это все привело к тому что состоялась первая мировая война когда те самые материальные люди когда те самые материальные люди в череде последующих военных конфликтов революции гражданские войны голодоморы и тому подобное когда эти материальные люди вновь появившиеся с другим сознанием персонажи поубивали вырезали все сказочные население руси поэтому у нас такие большие проблемы сегодня с обретением истории нашей с вами родины достоверной истории а чтобы мы ее не искали в 1841 году были официально введены впервые введены так называемые русские летописи изобретенные созданные там на рынках в киеве фальсифицированные полностью эти русские в кавычках летописи описывали прошлое вот тех самых глиняных кукол которых не существовало до девятнадцатого века и в девятнадцатом веке выдумали это всевозможные дворяне и романовы в инздоре и тому подобное и выдумав им дали их прошлое написали все эти дворцовые всякие интрижные книги дворянские собрания дома романовых и тому подобное вот это все было написано и выдумано в конце девятнадцатого века в начале двадцатого сегодня да есть королева елизавета была до недавнего времени есть карл какой-то король и у них есть какое-то прошлое которое было выдумано а их предках а тех куклах которые были сделаны а вот эти сегодня винздоровские семьи романовские семьи это просто потоки цехов потоки тех самых актеров которые играют продолжают играть вот в эту власть которая стала материальным то есть елизавета или карл это не те люди которые унаследовали по крови там или еще по каким-то параметрам ту самую власть эпох предыдущих это просто люди которые на эту должность на эту роль были взяты и теперь они служат вот в таком монархическом театре вот что произошло и самое главное опять же вот в этом проистечении то что пришедшие новые люди которые появились тогда после революции завоевав предыдущий мир они уничтожили всех сказочных героев и стали строить для себя светлое материальное будущее вот такая ситуация у нас была на уровне первой мировой войны плюс-минус те десятилетия которые происходили вот этих трений между старым обществом сказочным и новым обществом материальным а в наше с вами время мы уже переживаем совершенно другую трансформацию если еще пять лет тому назад 10 тем более лет тому назад ни о каком искусственном интеллекта никто не помышлял цифровые технологии были только в зачаточном положении то сегодня все это развито до такой степени что мы с вами не можем определить где на экране настоящий персонаж а где в данный момент или на том же экране является его выдуманная часть может быть она улетела в какой-то город где она представляет интересы этого человека как аватар может быть она космос улетела еще куда-то улетела нам же показывают как космонавты в ботиночках сапожках от условно дольче габана летают в космос и прогуливаться там по лунные дорожки космической нам же это все время демонстрирует вот эту лажу и вот эту лабуду так вот сегодня мы с вами переживаем новый этап обретение следующей власти следующего уровня власти когда власть становится тотальной то материальное сообщество которым я вам говорил построила свою политическую конструкцию этих моментов достижения и обретения власти на единственном аппарате аппарат называется религия и вера они впервые придумали религию и веру впустили ее суда в российскую империю придя из-за черты оседлости в конце девятнадцатого века и этот аппарат исправно служил целый век сегодня пришло другое время тогда тогда было три религии мир был разделен на три религии яфета хама и сима восток европа и африка и эти три религии территориально оккультуривали скажем так те пространства на которых они были посеяны в африке была хамитская религия и сегодня она остается это условно конечно арабская религия в семитской религии была на востоке это иудаизм это средняя азия и туда дальше китай япония это иудаизм а яфет христианство это европа и туда дальше америка восточные ее побережья западное побережье америки это опять же иудаизм ну и ближний восток поскольку это все-таки восток он тоже частично конечно же накрыт той самой иудейской религии вот так разделен этот самый мир по сферам влияния каждая сфера влияния влияет на те народы которые проживают на этой территории и каждая религия своего этого крыла позволяет реализовывать более высокопоставленную власть сказочное время власть осуществлялась на уровне рода поэтому было языческое родовое уложение общество но когда люди пришли которые захотели завоевать большие и большие территории они придумали отречение от своих предков помните даже христос говорил отца на мать я натравлю там сына на мать мать на мужа и так далее то есть то что и сделали в советское время когда вот эти пионеры герои первоначальные придавали своих родителей помните это было гражданскую войну в революцию многочисленными образами вот это шло отделение человека сказочного времени и его потомков почему дети то придавали тогда своих родителей от своих родовых связей и эти новые дети в общем-то предатели своего рода они и формировали новые независимые общества которые потом были объяты религией то есть управление властные отношения стали выше на уровень если сказочная власть она формировалась только по роду у кого какой главный предок в роду есть тот он является прародителем этого рода и он получал почитание это его ушла власть то в религиозное время все эти рода и все языческие боги были снесены а над всеми чужими и своими народами был поставлен один бог ну например яфет на территории европы или сим на территории востока ну и так далее понимаете это власть которая сто лет строилась с точки зрения вот этих больших делений нашей планеты а сегодня мы подошли к такому времени что конкурировать начали эти религиозные подразделения на ближнем востоке идет война между сынами хама и сынами сима она идет на других территориях другие войны идут я вам они говорил и везде где стыкуются вот эти различные крылья единственной религии там идут эти самые войны поэтому сегодня назрела необходимость сформировать новый скачок обретение власти этот скачок новый будет построен на том что откажутся от всех религий которые на местах есть но они разнообразны и все это будет сметено все религии будут сметены а над ними поставить одно единственное управление на всю нашу планету которая и будет управлять нашей всей планеты для чего и каким образом это все будет подано для того чтобы когда случится выход каким-то инопланетянам чтобы мы предстали перед ними как единственная власть которая существует на этой планете чтобы мы не одинаковыми одиночными родами к ним возили себя там своих каких-то поклонников своих каких-то подданных или своих каких-то членов а выступили единые команды и вот это вот этот переход он нам отзовется как раз следующими войнами когда те люди которые сверху нахлобучивают эту власть а эта власть будет обязательно цифровая по крайней мере сейчас это прорисовывается так она будет единая и единственная она будет реализовываться с помощью в том числе и интернета в том числе всех этих технологий которые нам понаставлены в виде этих самых вышек я думаю что вышки были сделаны для этого и поставлены для этого чтобы перейти под единое начали вообще в мире теперь вопрос стоит только в том кто будет этим единым начальником и я думаю что военные конфликты которые сегодня осуществляются в мире они как раз и направлены на то чтобы тот самый единственный будущий правитель земли военным образом взял власть будущую власть свои руки поэтому сегодня хочешь не хочешь но вот в этих конфликтах которые идут по всей земле и сражаются армии мира в той или иной степени не обязательно в горячем виде иногда в прохладном виде но самое главное что они между собой выясняют силовые отношения чтобы потом стать у руля нового мира и мы с вами как раз находимся на переходе вот в этот новый мир мы смотрим с вами как это будет происходить сам этот процесс и его течение во времени быстро это или коротко пройдет глубоко или мелко сильно насильно или может быть какими-то другими методами но мы с вами сегодня живем в эпоху преодоление старой власти религиозной в пользу новой власти которая будет какой-то иной мы сегодня ее пока не особо видим кроме ее цифровых технологических проявлений до цифра эта технология обретения новой власти и технологии ее становления я не радую за цифру я просто вам говорю что по всей видимости она и будет тем тем в будущем мире чем сегодня еще в нашем старом мире является церковь и различные другие дома моления те религии отойдут в прошлое придет что-то новое какая-то скажем так мега религия мега религия которая и будет действовать совершенно по-другому по отношению к тому что было раньше понятием верующий человек верующие сообщества то есть будет обычный процесс перехода к новому надеюсь светлому для нас для многих миру а это это ó это у а